Коммунальные платежи для ветерана труда Эдуарда Дубмана в числе первоочередных трат, поэтому ко всем изменениям в законодательстве он относится очень внимательно. Раньше ветеранам, инвалидам и многодетным семьям полагалась единовременная выплата на оплату услуг ЖКХ. После вступления в силу федерального закона выплата заменена компенсацией, но точный ее размер самостоятельно ветеран рассчитать не может. Я начал звонить, у меня же по всему городу, это наши ветераны живут, соседний дом вот здесь, 280 рублей, и то получил. Жена получила, муж нет. Почему? Не знаю. Я лично по нулям получил, ничего. Теперь деньги льготники будут получать только после оплаты квитанции за коммуналку. Информации об этом поступают в Министерство социально-демографической и семейной политики. На основании данных об оплате и будет начисляться компенсация. Рассчитывать на деньги могут все, кто исправно платит за услуги ЖКХ. Неплательщикам сначала придется погасить все долги. В региональном министерстве социально-демографической политики поясняют, если выплата задерживается, нужно обращаться в отделение соцзащиты. А сейчас, по сути, мы взяли данные за ноябрь, а в ноябре люди ЕДВ это получили. Поэтому, по сути, сейчас, вот январь-февраль, это внедрение в действие нового механизма, это, по сути, переходный период. Мы начисляем компенсацию, сходя из тех сведений, которые нам предоставили поставщики жилищно-коммунальных услуг. Если совсем не получили, тоже нужно разбираться. Долги у вас или вы не попали в базу данных, почему-то сведения о вас были утрачены, они не поступили. Вот здесь нужно будет разбираться. Теперь для социальных выплат в регионе установлен критерий адресности и нуждаемости. Перераспределение бюджетных средств будет в пользу тех, кто реально живет за чертой бедности. Таково требование федерального закона. Это касается и компенсации платы за детский сад. Теперь ее смогут получать в семьях, где средний доход на каждого не более полутора прожиточных минимумов. Установлена единая выплата детям-сиротам, заканчивающим школу. 5 тысяч рублей от областного правительства. Ранее администрация Самара установила аналогичную выплату в размере 10 тысяч рублей. Поддержат и многодетные семьи. Пособие малоимущим увеличено со 150 до 500 рублей. Кроме того, увеличена компенсация за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50 процентов. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.